друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзора гаджетов и мобильных устройств герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это новинка планшет от компании nokia nokia t20 давненько ой давненько не видели мы планшетов от этой никогда великой финской компании да что там последний раз когда я держал планшет nokia в руках это был планшет на базе windows rt и было это лет пять назад а вот планшетов на android насколько мне известно nokia никогда не выпускала и вот сейчас мы получаем эту новинку в среднем бюджете по цене до 20000 рублей чем же планшет хорош чем он мне понравился и быть может не очень понравился будем разбираться в этом обзоре но прежде чем мы начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину player.ru которые предоставили этот планшет на обзор именно в интернет-магазине player.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику так что если подыскиваете себе какой-то гаджет по вкусной и вменяемой цене проходите по ссылочке в описании и выбирайте ну а мы будем начинать nokia t20 планшет довольно таки большой довольно таки тяжелый 10,36 дюйма у него экран 2к ну либо же full hd плюс разрешение как кому удобно 2000 точек на 1200 IPS матрица 220 ppi сам по себе экран довольно неплохой довольно яркий сочный контрастный цвет передачи мне здесь очень нравится но и весит данный планшет довольно таки много 470 грамм но все из-за того что он практически полностью выполнен из металла задняя крышка у него сделано из железа но и имеется вот такой вот небольшой кусочек пластиковой окантовки под которым как раз таки прячется все антенны у меня версия младшая вайфай здесь у нас 3 гига оперативки 32 гига встроенной памяти насколько я знаю есть еще версия на 64 гига аккумулятор здесь у нас довольно большой 8200 миллиампер но если честно я немножко остался разочарован временем работы у меня были новинки скажем так у других производителей в таком же классе тот же допустим риуми под или samsung a8 у которых аккумуляторы были меньше на 7000 миллиампер но жили они гораздо больше если тот же риуми и samsung вытягивали примерно 14-15 часов экранного времени при просмотре youtube на высокой яркости то данный планшет живет только порядка восьми с половиной девяти часов и не более то есть полтора раза меньше и непонятно чему виной такая относительно невысокая автономность то ли железо здесь не слишком оптимизированная доли что-то вот какие-то проблемы на железном уровне ну а по железу здесь в принципе довольно все неплохо здесь у нас хоть и процессор юнисок но это современный юнисок tiger t610 это восьмиядерное решение которое по техническим характеристикам очень похоже на тот же мтк g80 либо же на snapdragon 662 давайте посмотрим на цифры тестов в антуту планшет набирает примерно 185 186 тысяч попугайчиков и это действительно неплохой результат планшет позволит вам поиграть практически во все игрушки тот же бабджи call of duty асфальт идут на высоких настройках без всяких проблем стендов тоже запускается и летает на максимал очках ну а допустим если вы любите поиграть в геншин здесь тоже его можно установить но играть вам придется уже на низких и средне низких настройках тем не менее геншин запустится и пойдет без проблем но вот автономность в игрушках здесь еще хуже допустим когда вы играете в тот же пабджи или call of duty вы будете терять порядка 18-20 процентов за каждый час игры ну а тот же геншин у убьет уже порядка 25-27 процентов так что если вы предпочитаете тяжелые 3d игрушки вам заряжать данный планшет придется каждые пять часов geekbench показывает тоже схожие с тем же мтк g80 и snapdragon 662 циферки порядка 350 баллов мы видим на одно ядро и чуть менее 1200 на все 8 в общем довольно средний результат но для относительно бюджетного планшета это неплохо но вот что не очень понравилось это то что в данном планшете unisoc tiger t610 начинал троттлить вообще данный процессор я уже видел в нескольких устройствах и тестировал подобные телефоны и планшеты с данным процессором и троттлинга особо замечено не было опять же не знаю с чем это связано либо конкретно с данным экземпляром либо же возможно процессор внутри корпуса ну как-то очень сильно обложен другими компонентами и есть проблемы с тепловыделением в общем троттлинг здесь имеется хотя и не очень серьезный но тем не менее на 15 процентов процессор снижает свою скорость спустя буквально три-четыре минуты с начала теста и держит производительность на уровне примерно 116 гипс тогда как максимальная 133 опять-таки это не столь критично как иногда бывает когда иные процессоры проваливаются вплоть до 60 65 процентов но тем не менее неприятно во время игр планшет немножко нагревается я не могу сказать что это прям безумно ощутимо но мы чувствуем что планшет становится чуть теплым с тыльной стороны она металлическая и это сразу ощущается но тем не менее дискомфорта какого-то нету он не разогревается до красна поэтому можно сказать что ну скажем так нагрев приемлем внутренний накопитель здесь к сожалению еммц шка не you fs и не самый скоростной 120 мигов мы видим на записи порядка 220 на чтение в общем еммц шка скромная по скоростным характеристикам благо внутреннее хранилище расширить можно за счет sd карты модуль вай фай здесь у нас двухдиапазонный и собственно говоря каких-то нареканий по скорости у меня не было немножко резалась скорость на скачку но опять-таки вполне возможно что были проблемы моего провайдера во время тестирования я каких-то проблем при скачивании софта фильмов музыки на планшет не обнаружил все было довольно шустро что касается звука то здесь все очень приятно стереозвук хотя всего лишь два динамика не 4 как во многих современных процессорах но тем не менее звучит планшет довольно насыщенно и громко давайте выкрутим картиночка на экране тоже радует собственно говоря как и звук она яркая сочная насыщенная и смотреть здесь киношки либо видосики можно без всяких проблем и вы получите действительно наслаждение очень яркая сочная картиночка получается по скорости работы интерфейса да и вообще по скорости работы тоже нареканий никаких нету данного железа вполне себе хватает для того чтобы ворочать и интерфейса это голый android и какие-то довольно тяжелые программы тем не менее здесь всего лишь три гига оперативки поэтому если мы будем открывать какое-то большое количество приложений одновременно особенно если это будет chrome с несколькими вкладками то понятное дело что приложение будут выгружаться из памяти но что приятно так как это nokia мы получаем голый 11 android и плюс два года обновлений нам обещает компания то есть 12 android мы получим точно а 13 ну скорее всего плюс три года обновлений патчей безопасности что тоже согласитесь очень приятно фактически здесь мы получаем уровень обновлений ну примерно как у google пикселя имеется конечно здесь и камеры хотя в планшетах я бы не сказал что это прям таки супер необходимая вещь но те фотографии которые данный планшет позволяет делать и те видео которые он позволяет снимать они если честно не очень впечатляют 5 мегапикселей у нас фронтальная камера 8 мегапикселей основная но их сами фотографии получаются немножко шумноватый не такими детализированными как хотелось бы я сделал несколько фотографий и записал короткий видеоклип для примера ну в общем давайте посмотрим и вы все сами поймете мы получаем при съемке на нокию т20 и вы знаете качество картинки на самом планшете мне не нравится она как-то вот подергивается что ли цветопередача какая-то не очень хорошая ну в общем это планшет и если честно что-то еще сказать тут наверное смысла нету я не знаю кто в здравом уме снимает видео на планшетах если сфотографировать какой-то небольшой объект еще но можно наверное но на полном серьезе заниматься видеосъемкой на планшете ну как мне кажется это бред но тем не менее вот такую вот картиночку мы получаем так что примеры видео сейчас на вашем экране вот такой вот получился планшет nokia nokia t20 планшет получился неплохой но не без недостатков основной из которых это не самое выдающееся время работы ну и небольшие проблемы с троттлингом ну а в принципе основные функции выполняет планшет на 5 здесь у нас и неплохой экран и довольно неплохой звук так что смотреть видосики смотреть фильмы и слушать музыку вы сможете без всяких проблем на sim обзор буду завершать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а я буду прощаться с вами была из всем пока